Привет! Меня зовут Авами Элиса, и сегодня я буду сравнивать дорогую и дешевую косметику. Я буду сравнивать люкс и масс-маркет. Когда мы покупаем люкс-косметику, мы ожидаем от нее того, что она будет лучше, чем масс-маркет. Так будет ли на самом деле дорогая косметика лучше дешевой, или вообще разницы никакой нет? Посмотрите прямо сейчас на меня, и прямо сейчас напишите, как вы думаете, на какой стороне люкс, а на какой стороне масс-маркет. И потом напишите, вы угадали или нет. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем никогда ничего не пропускать. Перед нанесением макияжа я наношу на лицо крем-праймер. Это очень важный шаг, ведь какая бы косметика ни была дорогая или дешевая, всегда нужно, чтобы была база. Этот продукт я наношу на чистую кожу, чтобы защитить ее от негативного воздействия погоды и влияния декоративной косметики. Ну и разумеется, чтобы сделать эстетический результат более совершенным. Я выбрала крем от Невея, потому что он очень быстро впитывается и обеспечивает суперский результат, а также ухаживает за кожей. И да, он, кстати, очень бюджетный, его очень легко купить, поэтому это тоже дополнительный ему плюс. После нанесения базы я приступаю к нанесению макияжа. Естественно, я буду начинать с тонального средства. На люкс-стороне я буду использовать тональник от Guerlain за 3600 рублей. Когда я покупаю люксовую косметику, конечно, я возлагаю на нее гораздо большие надежды, чем когда я покупаю более бюджетные аналоги. И в этом тут как бы и кроется самое главное западло на сегодняшний день. Практически вся масс-маркет косметика не сильно хуже, чем люкс. У них могут быть незначительные отличия, но по моему опыту сейчас практически все отличия заключаются только в подаче, только в упаковках. На стороне масс-маркет корейский тональник от Tony Moly за 600 рублей. Он более плотный за счет более высокого SPF, но с ним кожа кажется максимально здоровой и отдохнувшей. Для макияжа глаз, которые я сейчас буду делать, я хочу воспользоваться плоской кистью и кистью для растушевки. Все. И посмотреть, что я получу при взаимодействии с люкс-косметикой и не люкс-косметикой, используя в своем арсенале только две кисточки. Итак, я начну с тени Chanel. Ну, конечно, упаковка выше всех похвал. Коробочка, чехол. Красиво, богато, замечательно. За это великолепие без скидок попросят 4000 с лишним. Я не наношу предварительно никакой базы под тени, потому что я хочу видеть силу, силу этих теней. Кстати, возможно, вы сейчас спросите, ну зачем же ты тогда наносила базу под макияж кожи? А дело в том, что база под макияж вашей кожи это в первую очередь крем, который увлажняет и защищает вашу кожу. И это очень необходимая вещь. А база под тени это вещь, которая несет исключительно декоративный эффект. А мы сейчас хотим посмотреть, какие тени это стоят своих денег, каких нет. Пока что от Chanel я не вижу никакого эффекта. Такого прям, что мне очень понравилось. Может быть, белые будут получше, чем предыдущие. Но нет, они какие-то странные. Да, они, конечно, чуть-чуть получше, чем те розовые и сиреневые. Но в целом я не могу сказать, что это то, за что можно заплатить 4 с лишним тысячи рублей. Эти тени от Rimmel стоят примерно 400 рублей. Посмотрим, что же будет. Если честно, я вижу лучшую пигментацию. Да, она более насыщенная и она не ложится кусками, что, конечно, меня сразу радует. Теперь поверх всего этого прекрасного добра я хочу нанести также жидкие тени с блесками, чтобы наши глаза выглядели более празднично. И в Saint Laurent с ценой в 3000. Он имеет весьма сухую текстуру. И несмотря на то, что тени жидкие, они очень хорошо ложатся поверх сухих теней. Что же преподносит нам Essence? Ну, вы это видите, да? Или вы это не видите? И нужно пояснить. Но так или иначе, эти более пигментированные. Они более влажные сами по себе, по своей структуре. То есть, если в Saint Laurent я наносила, и они как бы ложились более трудно, что ли, то Essence я просто взяла, открыла, нанесла и сразу получила результат. Самое время накрасить ресницы. Я выбрала именно эти туши, потому что у этой туши и у этой очень необычные формы кисточек. И сейчас мы посмотрим, что же нам предложит люкс наша тушь. Тушь от Guerlain за 1700 рублей дает отличный объем и хороший цвет. Ресницы не слипаются, щеточка скорее удобная, чем нет. Возможно, вам покажется, что я плохо настроена к люкс косметики, но это совсем не так. Просто со стороны покупателя, когда ты платишь много денег, ты хочешь видеть результат. Сильно отличный от тех же, но менее дорогих вещей. И когда ты сравниваешь на себе, ты реально понимаешь, что разница-то не так велика. И ты уже относишься с меньшим трепетом к дорогим вещам. И больше подходишь к вопросу с умом. Решила протестировать гелевую подводку. Гелевая подводка от Maybelline за 630 рублей. Кстати, там еще кисточка в комплекте, которую я и крашу. Эта подводка позволила мне с первого раза нанести четкую и красивую черную линию. Если честно, я даже удивилась, ибо я крайне криворуко в этом вопросе. Но у меня все получилось. Гелевая подводка от MAC за 1300 рублей без кисточки не хуже однозначно. Но рисует более мягко и позволяет делать косяки, а потом с легкостью их исправлять. Что мне кажется, кстати, супер важно. Потому что запороть макияж подводкой это самое простое, что можно сделать. Но MAC позволит вам исправить ошибки. Так как он более гибкий, что ли. Теперь в ход идут брови. Я выбираю карандаши, потому что, мне кажется, карандаши самая распространенная вещь для того, чтобы работать со своими бровями. С этой стороны у нас будет Dior, с этой стороны у нас будет NYX Cosmetics. Карандаш от NYX Cosmetics за 320 рублей. В принципе, это один из моих самых любимых карандашей. И все из моих подруг, кто им пользовались, остались в восторге. Легко наносится, легко тушуется. Что еще надо? И Dior. Все то же самое. Начинаем с щеточки. И потом рисуем форму. Карандаш от Dior за 1300 рублей подходит для создания более натуральных бровей. В принципе, на мой взгляд, вся люкс косметика работает на натуральность. В то время, когда масс-маркет больше на создание форм и ярких цветов. Впрочем, ничего удивительного, но целевая аудитория люкс косметики сильно старше. Ладно, давайте теперь к помадам. Помаду я выбрала от Catrice и от Lancome. Сейчас посмотрим, чем же они отличаются. Кстати, упаковки чем-то даже между собой похожи. А цвета, естественно, я старалась подобрать наиболее похожие. Lancome стоит 1700 рублей. Это матовая помада, но наносится она совсем не как матовая. Она не сушит губы, не застывает на губах моментально. И ее, в принципе, можно скорректировать, если где-то промахнешься, не оставляя каких-то разводов на своих губах. Помада от Catrice же ценой в 300 рублей на губах смотрится так же, но она их подсушивает и немного подчеркивает неровности. Если у вас не идеальные губы, то она только подчеркнет недостатки. Однозначно, что Lancome в данном случае получше был. Кстати, сколько вы готовы потратить денег на косметику? И вообще, насколько часто вы ее покупаете? Далее я беру скульптурирующую палетку от NYX и от SISLAY и наношу ее. Ничего себе NYX тут! Цвета мне сразу сколько выдал, хотя я совсем немного пыталась его нанести. Ладно. Цвета много, цвет приятный, все нравится. И теперь SISLAY. Да, тоже так же хорошо сразу идет, но цвет более матовый, несмотря на то, что в упаковке он кажется более блестящим, что ли. Вот знаете, тут вроде все как бы хорошо, а вот вроде SISLAY стоит почти 6000, а NYX 850. Тоже не совсем дешево, конечно, но, блин, разница ощутимая в цене. И самое последнее это хайлайтеры. У меня будет хайлайтер от NYX DUOCHROME. Кейт Вон Ди, которые у меня рассыпались в день покупки, к сожалению, но пробуем. Конечно, объемы здесь гораздо меньше, но сразу несколько цветов. Делитесь этим видео со своими друзьями, и пусть они также видят, что разница между люксом и масс-маркетом не настолько большая. И если у них нет денег, особо большого бюджета, то пусть не парятся. Теперь самое время смыть косметику и, разумеется, нанести увлажняющий крем-флюид. И, опять-таки, в копилку бюджетных находок я кидаю этот же самый крем от Nivea, который я использовала как базу для макияжа. Вот, пожалуйста, бюджетное средство, но при этом оно оправдывает свою цену тысячу и один раз. Это и праймер, который дает нам ощущение свежести и увлажненности кожи даже под огромным количеством макияжа. Это и просто крем-флюид, который после снятия макияжа увлажняет кожу и придает ей естественное сияние и здоровый вид за счет входящего в состав витамина Е. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч, наверное.